мы сегодня едем очень интересное место день добрый день добрый на щедро девицовья всем привет с вами канал на позитиве и виктория и ирина и здесь такие ладный день приехали мы на викинг до такой до такие ладные реставрации нам написал один из наших зрителей и подписчиков пан станислав который не хочет сниматься пока в видео он еще не готов решил нам пан станислав показать польскую беду и мы хотим вам показать польскую беду и желаем всем беды в вашей жизни выглядели именно так а в конце фильма мы скажем почему и какая польская беда да вот так выглядит польская беда и смотрите что попасть в эту реставрацию нужно простоять вот такую длинную колейку вот она там внутри такая длинная а вот это вот знаете какие кожаные шторы смотрите какая колейка польская беда находится в богучине то есть местовость 20 километров от любрина приехали мы до корчмы в неделю али надо не сподзевались мы ше же бензи так дуже люди чтобы было трохи встать в колейце чтобы достать столик али добро же за ену а то максимально 10 минут виктории мы нашли красивый трон виктория смотри как кто-то там рядом хотя мы не познакомились ой не знаю кто цзы был сон в гвоздем головой это идеальное место в реставрации для нас лесная фея а так deleted это надо подержать за нос а она торгает сильно вот что-то на счастье Реставрация Ма душе меню. Хочем его показать. Каждый знайде тут Дание для себе. Направда. Ирина уже принесли ее заказ. И мне уже принесли заказ. Ирина, поможете нам? Здесь такое уютное, приятное место. Сегодня воскресенье. Все с вами не собираются. Знаешь, мне нравится какая-то вишенка. Красивая такая. Ирина нравится вишенка. Вишенка на торт. Весене. Красиво. Такое уютное, красивое место. Сегодня воскресенье. Все семьи не собираются. У нас такое окошко возле стола. Посмотрите, вид на поле. И посмотрите, сколько машин приезжает в этот ресторан. Смачная гоиренка. Я пробую крем. Я желаю, чтобы наша дальнейшая жизнь в Польше была такой же сладкой, кремовой, вкусной и красивой. Пробую еще тирамиду. А тебе осталось вот смятое. Хорошо, ты пока пробуй, пробуй. Супер. Такие большие порции, что мы никак не можем не хасить. Интерами супер едим на двоих. В этом ресторане так много людей, что невозможно снимать, потому что официальники тебя могут просто съесть. Мы уже перепустили, посмотрели на польскую беду. Здесь очень большие порции в этом ресторане. И очень хорошие цены. Поэтому, если вы еще не были, то обязательно посетите это место. Мы были внутри. Теперь сейчас вам покажем территорию этого комплекса, этой реставрации. Очень напоминает музей села, который мы когда-то снимали в Люблине. Такие же хаттынки. Только все гораздо вкуснее и веселее. Это польская корчма. Идем, Виктория, что-то снимем. И еще мы хотим сказать, что название беда, оно скорее всего про то, что беда съесть эти большие порции, которые тут насыпают. И беда хорошо провести время. Идем показывать вам территорию. Возле беде вот приехали такие интересные мотоциклы. Посмотрите. Мы даже не знаем, что это Крайслер. О, тут есть даже украинцы уже. Смотрите, какая красота. Нам с Викторией тоже надо такие... Один? Да. Вот такие вот красивые домики. Посмотрите, можно сесть за стойком. Здесь, наверное, летом очень красиво. Можно приезжать в компанию и сразу себе пить, гулять в вечерниках. Все в дерево. О, тут ручьёк какой-то. Ой, посмотри, как красиво. Возможно, здесь будет летом плавать рыба. Но пока её нет. Жареная. Жареная на столе. Если посмотреть на парковку этой реставрации, то видно сразу по количеству машин, что здесь сегодня очень много людей. Но это, наверное, потому что неделя. И это место очень популярное. Автомобили хорошие. Все приезжают сюда за большими порциями и смачают, какого я ценят. Выпить и поесть. И сюда, смотри, какой кот. Виктория, как всегда, нашла кота. Какие милые польские котики. Явно не голодный. Аж пикный. Так. Он тут не голодный точно. С такими порциями здесь счастливы даже коты. Мы ещё не видели в Польше реставрацию с таким большим количеством людей. Люди все ждут в очереди, стоят. И 200 человек заходит, 200 человек выходит. Наверное, потому что здесь ещё и вкусная еда. Не только большие порции. В общем, всё супер. Очень рекомендуем вам. Вот так внезапно у нас получился очень радостный и счастливый викенд. Так. Мы с Викторией довольны. Прогулялись, посмотрели что-то новое. Покатались, прогулялись. И счастливые. Возвращаемся домой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы вам показали польскую беду в 30 километрах от Люблина. Мы желаем вам хорошего дня. Всего самого наилучшего. И пускай у всех будет такая беда. Спасибо большое, паня Станиславу за такой милый викенд. Всё произошло так неожиданно, вкусно и очень приятно. До свидания. До свидания. Пузячки. Всё, мы уже возвращаемся домой в Люблин. Иренка. Так. Иренка довольная едет туда. Сейчас вам покажем дорогу до Люблина. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok